Ну а в благосфере и соцсетях активно обсуждают видео из Сирии, где боевики стреляют по танку Т-90 сирийской армии противотанковой ракетой американского производства. Снаряд попал в лобовую часть башни, но броню при этом не пробил. Прокомментировать этот ролик мы попросили замдиректора Уралвагонзавода по спецтехнике Вячеслава Халитова. Именно на этом предприятии и производят Т-90. Вячеслав Гелфанович, здравствуйте, вы меня слышите? Да, добрый день, слышал. Вот скажите, видеоролик, снятый боевиками, длится он всего полторы минуты, запись прерывается. Но все же успели ли вы его внимательно просмотреть, изучить, и можно ли сказать, что произошло с танком после попадания в него ракеты? Да, мы внимательно изучили. Действительно, выстрел был произведен с американского противотанкового ракетного комплекса ТОВ-2. Ракета имела боевую часть, кумулятивную. И сработали модули динамической защиты на танке. Эти модули своим энергетическим действием разрушили кумулятивную струю. И поэтому особо повреждений к танку не нанесено, экипаж остался жив. Если бы при этом еще была вкручена система комплексного оптико-электронного подавления ШТОРа, то ракета бы вообще прошла мимо танка. Вот если коротко. Ну вот видно, там только одного человека, члена экипажа, покидающего танка. А что можете сказать о вероятности судьбе остальных? Вот при таком попадании ракеты на кого из членов экипажа приходится основной удар? Или это не играет никакой роли вообще? Сколько могло быть там? Какое количество максимальное человек? В данном конкретном случае попадание произошло в лобовую часть как раз в том месте, где находится наводчик танка. Поэтому уж если наводчик покинул свободно танк после попадания ракеты, то остальной экипаж безусловно остался жив и невредим. И вообще, если включены все системы и работают системы защиты танка Т-90, а их несколько систем защиты, и они правильно настроены, включены, экипаж обучен, то практически поразить эту машину очень сложно. Она показывает высочайшую живость по сравнению со своими зарубежными аналогами. Ну вот еще блогеры, военные эксперты отмечают, что инфракрасные излучатели Шторы-1, способные противодействовать пускам ракет, были отключены на этом танке. Сработала система адинормической защиты Контакт-5. Да, абсолютно правильно. Я как раз про это только что и сказал. Что была отключена, к сожалению, система комплексного оптико-электронного подавления Штора. Излучатели были выключены, поэтому невозможно было отвести ракету от танка. Если бы они были включены, то ракета вообще бы не попала в танк. А могли бы Вы просто поподробнее нам объяснить, рассказать, что из себя представляют эти системы защиты? Несколько систем защиты. Первая система — это система комплексного оптико-электронного подавления Штора. Она работает по следующему принципу. Ракета наводится, обратная связь ракета осуществляется по трайсеру. И когда включаются излучатели, осветители этой системы, то наводчик практически не видит, куда наводить эту ракету. И она уходит в сторону от машины в любом случае. Вторая система — это система в случае, когда происходит облучение лазерным лучом. То есть противник пытается замерить по лазерному лучу дальность для нашей машины. Тогда срабатывает система, которая поворачивает башню в сторону излучения. Лазерным лучом выстреливается дымометаллическое облако, которое, во-первых, маскирует машину, и второе — невозможно при этом замерить дальность для цели, а значит ввести необходимые данные для ракеты, для поражения танка. Ну и третья система — это так называемая реактивная броня. Это вот система динамической защиты, которая в данном случае их работала. Это такие комплекты, в которые укладываются специальные пластины из специального материала. Они разрываются при попадании боеприпаса и разрушают полностью или кумулятивную струю, или сердечник, к примеру, бронебойно-подкалиберного боеприпаса. Вот несколько систем, которые установлены на танке Т-90. Систем защиты. А много ли вообще в Сирии сейчас Т-90? Поставляете ли сирийским военным эту технику сейчас? Я прошу прощения, но это вопрос не к нам. Это вопрос Министерства обороны. Хорошо. В любом случае, спасибо вам большое за ваши комментарии. Напомню, что на прямой связи с нашей студией был замдиректора Уралвагонзавода по спецтехнике Вячеслав Халитов. Уралвагонзавода по спецтехнике Вячеслав Халитов. Продолжение следует...